Подарите любимому человеку заботу и здоровье. Подарите Blue Sleep. Забудьте о бессонных ночах. Высыпайтесь за 6 часов, как за 10. Ведь здоровый сон — это путь к успеху. Друзья, здравствуйте! Вы смотрите четвертый выпуск Культурного Кода, который мы пишем вместе с Аленой Долеской. Как мы с вами понимаем, культуру делают люди. А людей, в свою очередь, делают отношения с родителями, с друзьями и, как в нашем сегодняшнем случае, отношения мужчины и женщины. Сегодня мы поговорим об одном из самых ярких и вместе с тем одном из самых загадочных романов 19 века. Центральных фигур в этом романе две. Это великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев и легендарная европейская оперная дива Полина Виардо. Но вот что любопытно, этими двумя персонажами все не ограничивается. Отношения эти длились 40 лет. Роль Тургенева постоянно в них меняется. То он был ей просто другом, то спонсором, то возможным отцом ее детей, то он отходил на вторые роли, потом он бесконечно возвращался. Но за 40 лет ни разу не сменилась роль самой Полины Виардо. С первой встречи она была для Тургенева настоящей богиней. Жестокой, холодной и властной. И в общем оставалась ей до самого конца. Ну вообще, как мы с вами помним Тургенева? Ну например, по школьной программе. Это автор записок охотника, романа «В дворянское гнездо» и конечно «Отцы и дети». Вещи эти, давайте скажем честно, для школьника довольно скучные, малопонятные. Но все поменяется, если мы с вами взглянем на контекст. Кем был Иван Сергеевич Тургенев? Ну если там сегодняшним языком говорить, он был настоящим мажором, золотым мальчиком. В литературу он пришел поздно. И первые вещи начал писать, когда его ровесник Достоевский уже был всероссийским известным писателем и уехал на каторгу. Тургенев был фактически такой первый амбассадор русской культуры в Европе. Человек, который успел поссориться с императором, получить вызов на дуэли от Льва Николаевича Толстого. И все это, ну по сути, не вылезая из-под каблука французской оперной дивы. Но давайте разберемся в этой истории по порядку. Октябрь 1843 года. На сцену Александрийского театра в Санкт-Петербурге выходит 23-летняя оперная певица Полина Виардо. К этому моменту она абсолютно европейская звезда. Покорила весь старый свет от Лондона до Дрездена. Но в российской столице она впервые. И питерская публика, конечно, заинтригована. Вместе с тем настроение достаточно скептическое. Что там с девицей такая свела европейцев с ума? В ложах Александринки высшие чиновники, аристократия, приближенные к императорскому двору. Архитекторы, композиторы, писатели. Как говорится, все випы земли русской. И вот выходит молодая артистка. Невысокая, какая-то сутулая. Будто бы с непропорционально большой головой и выпученными глазами. Музыкальный муравей. Шепчет кто-то и по залу проходит смешок. Ну все с этими европейцами понятно. Господи, стыд-то какой. И тут Полина Виардо начинает петь. Она исполняет арию из оперы «Сивильский цирюльник» итальянского композитора России. Не оперу в этой России знают давно и любят. Еще Александр Сергеевич Пушкин отправлял на цирюльника своего Онегина, если вы помните. Но тут все как будто все слышат арию в первый раз. К тому моменту, как Виардо заканчивает петь, людей в зале как будто подменяют. Нет больше глупых шуточек. Скептиков тоже нет. Одни верующие. Позже напишет русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. На концертах Полины Виардо зрительский зал становился храмом, в котором она сама была богиней. Впрочем, способен ли Тургенев на такие поэтические метафоры осенью 43-го года, неизвестно. В этом году ему 25 лет. Он вовсе не писатель, а секретарь в Министерстве внутренних дел. Но сейчас он сидит в этом же зале, на этом же концерте. И жизнь его самым буквальным образом разделяется на до и после. Он влюбляется в невероятный голос, в волшебную девушку. Влюбляется буквально на всю жизнь. Но никто не скажет лучше, чем сам Тургенев. Он будет вспоминать этот вечер так. С той самой минуты, как я увидела ее в первый раз, с той роковой минуты, я принадлежал ей весь. Как собака принадлежит своему хозяину. Если вы вдруг представили ошейник, поводок и другие предметы из ассортимента магазина для взрослых, это все неспроста. Такой сегодня выпуск. Но вернемся в Петербург. О том, какой эффект произвела Полина Виардо на столицу, можно судить по трем фактам. Во-первых, гонорары. Здесь ей будут платить столько, сколько не будут платить нигде. И ни в Лондоне, ни в Париже Виардо ответит взаимностью. И начнет часто приезжать в Петербург с концертами. А в какой-то момент даже выучит русский язык. Но к этому мы еще вернемся. А вот, во-вторых, билеты на ее концерт стоили баснословных денег. За особо удачные места приходилось заплатить сумму, которой хватило бы на покупку нескольких крепостных крестьян. При этом каждое выступление Полины всегда sold out. И, наконец, в-третьих, известен случай, как великий русский композитор Римский Корсаков целый час простоял в фойе театра, надеясь перекупить у кого-нибудь билет на выступление Виардо. Но тщетно. То есть мы легко можем себе представить уровень популярности Полины. И точно так же нам несложно представить, сколько поклонников кружилось вокруг нее в Петербурге. Каждый хочет познакомиться, поговорить, подарить цветы, отвесить комплименты, знать мнение и так далее. Все это меценаты, аристократы, чиновники и прочие уважаемые люди. Весной нам всем хочется обновлений. Новый образ, новые увлечения и, конечно, забота о красоте и здоровье. На этот случай, пожалуй, идеальная формула. Я, например, решила начать с обновления своей косметички и дополнила ее потрясающими, кстати, моими любимыми средствами Grown Alchemist. Они помогают поддержать здоровье кожи после продолжительных холодов. Grown Alchemist – австралийский бренд косметики, созданный по уникальным формулам. Чистый, безопасный состав содержит множество полезных ингредиентов для восстановления функции кожи и защиты ее от повреждений. В коллекции бренда уходовые средства для лица, тела, волос с нейропептидами, тетропептидами и другими активными веществами. Вместе они помогают сохранить тонус и молодость кожи. Все ингредиенты исключительно высокого качества. Они биосовместимы с кожей, благодаря чему эффект достигается без дискомфорта и негативных реакций. А невероятные ароматы продуктов, их текстура и эстетичная упаковка превращают ежедневную уходовую рутину в настоящий ритуал красоты. Чтобы познакомиться с брендом, рекомендую начать с бестселлеров. Увлажняющего дневного крема Камелия и Герань, крема для кожи вокруг глаз, тетропептид и цинтелла и нежного геля для умывания Герань, Бергамот и Роза. Эти продукты деликатно очищают и увлажняют кожу, поддерживают естественный баланс. Настоящая находка для ухода за кожей в весенний период. Прямо сейчас эти и другие средства можно заказать на сайте и получить приятные бонусы. Бесплатную доставку по России при заказе от 4 тысяч рублей. Подарки и образцы новых продуктов бренда Grown Alchemist. А если вы оформите заказ на сумму от 5 тысяч рублей и введете промо-код АЛЕНА, получите скидку 25%. Миниатюру увлажняющего крема Камелия и Герань, миниатюру ночной антивозрастной маски и трио образцов. Поэтому, дорогие, не откладывайте приятные покупки, позаботьтесь о здоровье своей кожи с Grown Alchemist. Был ли у 25-летнего секретаря Ивана Тургенева хоть какой-нибудь шанс выделиться из этой толпы? Да, был. Откровенно говоря, наш Иван Сергеевич тоже был непростым человеком. Современники пишут, что к 25 годам будущий писатель – один из самых завидных женихов страны. И причины, так считать, у современников были самые надежные. Ну вот, например, как описывает его Федор Михайлович Достоевский. Аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Ну, то есть, во-первых, Иван Сергеевич хорош собой, высокий, стройный и, что называется, приятной наружности. А во-вторых, и это не менее важно, он наследник колоссального состояния. И по отцу, и по матери Тургенев был потомственным дворянином. Обладал фамилией, известной аж с 15 века. А кроме того, самым настоящим золотым мальчиком. Мажором, как теперь говорят. Мать великого русского писателя Варвара Петровна была одной из богатейших женщин империи. В ее приданное входило ни много ни мало 5000 душ, то есть крепотных. Но, как это часто бывает, за большими деньгами скрывается мрачная история. Такая история была и у Тургеневых. Ну, начнем с того, что родители Ивана Сергеевича женились по расчету. Тут никакой драмы нет, все как обычно. Сами понимаете, какие были времена. А в дворянских кругах это в целом было обычным делом. Драма начнется дальше. Родители будущего писателя друг друга, разумеется, не любили. И даже особо не пытались построить совместный быт. Отец записной красавец, кавалерист, бон-виван. До брака гулял, кутил, играл в карты, пил в кабаках. После брака занимался ровно тем же самым. Девичьи сердца просто ел на завтрак. С одной был груб, с другой был нежен. Ну, то есть умел подстроиться под характер. И кажется, не было девушки, способной ему отказать. От современников осталась такая характеристика Сергея Николаевича Тургенева. Красавец-мужчина, поправивший все свои дела женитьбой, но богатой наследницей. Был человеком равнодушным ко всему, в том числе и к детям. В их судьбе ограничился ролью чистокровного производителя. А вот мать Ивана Сергеевича и есть та самая богатая наследница, о которой мы говорили прежде. С деньгами ей действительно повезло. А вот все остальное категорически не сложилось. Росла нелюбимым ребенком в семье, отчим пил, периодически бил. Муж достался, сами понимаете, какой. Конечно, Варвара Петровна была человеком, мягко говоря, сложным. Пока муж гулял, жена не ошла ничего лучше, чем построить в своих владениях настоящее полицейское государство. Ее любимой присказкой была фраза «Хочу казню, хочу помилую». Ее боялись крепостные, боялась прислуга, боялись собственные дети. Иван Сергеевич называл мать «салтычихой» в честь реальной помещицы XVIII века, также известной как «людоедка и кровавая барыня». И позднее он писал в дневниках «Мне нечем помянуть моего детства. Ни одного светлого воспоминания». Матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк. Одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розок. Когда я отважился спросить, за что меня наказали, мать категорически заявляла, «Тебе об этом лучше знать, догадайся». Тут мы сделаем короткую оговорку. У нас в редакции нет психолога. И постановку диагноза мы оставим специалистам по этому вопросу. Но давайте, что называется, закрепим образ матери. Жестокой, холодной и властной. Образ, который совершенно очевидно оказал на Ивана Сергеевича большое влияние. Он в сегодняшней истории у нас еще всплывет. Несмотря на совершенно адский характер, Варвара Петровна оплачивает детям блестящее образование. Лучшее из возможных. Иван Сергеевич и его братья с детства погружаются в европейскую культуру. В доме говорят исключительно по-французски. За диалог на русском можно порку схлопотать. Детей воспитывают гувернеры, иностранцы. Это тоже интересный момент. Иван Сергеевич, вообще-то, писатель русский. Но рос фактически внутри зарубежной культуры. И русскому, говорят, его чуть ли не тайно обучал старый лакей. Тургеневы много путешествуют. Во время первой сграничной поездки Иван Сергеевич, кстати, едва не погибает. Ему 4 года. Семейство посещает швейцарский город Берн и осматривает местную достопримечательность – ров с медведями. И вот в этот самый момент, и в этот самый ров будущий писатель едва не падает. Отец, неожиданно оказавшийся рядом с семьей, в последний момент хватает малышку за ногу. Ров с медведями, кстати, существует до сих пор. А вот Тургенева могло бы и не быть. В 15 лет Иван Сергеевич переживает первую любовь. Пишет романтические письма 19-летней княжни Шаховской. Ходит с ней на частные чинные прогулки. Но в какой-то момент выясняется, что молодая княгиня спит с его отцом Тургенева. Сергей Николаевич – тот самый красавец, кавалерист. Иван Сергеевич травмирован настолько, что воспоминания об этом событии пронесет следующие 27 лет. Пока он не напишет по мотивам повесть «Первая любовь». Ну вот такие у человека родители. Мать каждый день порит розгами, отец уводит девушек. Может, родители говорили молодому Тургеневу, «Сынок, мы просто готовим тебя к взрослой жизни». Известно другое. Иван Сергеевич вырос человеком, который, скажем так, испытал некоторый скепсис относительно института брака и серьезных отношений вообще. С княгинями он завязал. И начал ходить по крепостным девкам, которых во владениях матери было предостаточно. В какой-то момент одна из них забеременела. Тургенев было заикнулся матери о женитьбе, отчего потомственную дворянку едва не хватило удара. Ивана Сергеевича спешно высылают из родного имения в столицу. Беременную девку отправляют к родственникам в Москву. Там она рожает дочь – Пелагею. Иван Сергеевич о рождении девочек, конечно, узнает. Иногда интересуется ее делами. Свою фамилию он даст Пелагею не раньше, чем через 7 лет. Итак, вот с таким багажом 25-летний Тургенев и встречает Полину Виардо. Он человек романтичный, привлекательный, хорошо образованный. Имеет некоторый опыт с женщинами. И уверен, что женщина либо холодная, жестокая, либо, ну, скажем так, ветреная. До смерти боится родную мать. Не верит в семью. Имеет внебрачную дочь. Казалось бы, что может пойти не так? Но про тараканов в его голове широкая общественность, конечно, еще ничего не знает. А вот про огромное состояние его семьи все более-менее в курсе. Эта маленькая деталь оказывается решающей, когда речь идет о том, чтобы выделиться из толпы. В начале 20 века модернизм в корне меняет привычную форму искусства. Литературы, архитектуры. Модернисты решительно отказываются от стилей прошлого. В литературе уходят от привычного романа. В искусстве развивают импрессионизм, фавизм, футуризм. Основой архитектурного модернизма становится рациональный подход и отсутствие избыточного украшательства. Идеи модернистов продолжают вдохновлять и сегодня. В стремлении к новому автору проекта МОДД от МРГРУП создали по-настоящему уникальный жилой комплекс, меняющий привычное представление о комфорте. Башня МОДД с панорамным остеклением и фасадами из натурального камня – это новая доминанта в архитектуре столицы. Расположение комплекса и развитые инфраструктуры позволяют грамотно распоряжаться временем. До Цветного бульвара можно добраться всего за 10 минут на машине, сходить в спа-центр, фитнес-бассейн, даже в ресторан можно прямо на территории комплекса. Там же предусмотрен современный детский сад, деловые встречи или семейные праздники можно проводить в джаз-гостиной, а работать в библиотеке, что, конечно, очень удобно. Многоуровневое благоустройство позволило авторам проекта эффективно использовать каждый метр внутреннего пространства. Внизу располагаются спортивные детские площадки и площадь с фонтаном. В центре воздушный мост для прогулок. На кровле стилобата – зоны отдыха, а на крышах высотных корпусов – смотровые площадки. Центром притяжения станет парк «Скульптур», проект которого был разработан совместно с Московским музеем современного искусства. Это работы Саши Фроловой, Айдана Салаховой, Игоря Шелковского, Александра Познера, Ольги и Олега Татаринцевых. А также воссозданная скульптура Вадима Седура, яркого представителя искусства второй половины 20 века. Строительство комплекса завершится в 2024 году, а это значит, что ключи от квартиры придется ждать совсем недолго. Возможно, Монда – это новая страница вашей истории. Прямых доказательств тому, что он спустился к Виардуо на своем золотом парашюте, конечно, нет. Но посмотрим на факты. В Петербурге желающих познакомиться с Полиной – тьма. На фейс-контроле в гостиную певицы стоит ее муж по совместительству менеджер, а также директор итальянского театра в Париже – Луи Виардо. Этот господин на 21 год старше своей жены. То есть ему 45. И этот человек, который давно варится в шоу-бизнесе, и можно предположить, что опытным глазом месье Виардо легко определяет полезные знакомства. Потерявший голову богатый аристократ – это ж вполне себе неплохой приятель. Нет никаких свидетельств о том, как именно они познакомились, известно только то, что влюбленный Иван Сергеевич повсюду искал знакомство с Полиной. Потянул за свои связи. Может быть, маминой, может быть, папиной, может быть, собственной Полине МВД. И кто-то представил его Луи Виардо. Быстро выяснилось, что у Иван Сергеевича и его нового французского приятеля есть одно общее увлечение. Ну, помимо Полины. Это охота. На тот момент увлечение аристократ. Свита, лошади, собаки, пикник самоваром. Тургенев и Луи вместе стреляют, выпивают, отлично проводят время. Прямо как Гай Ричи с русскими олигархами в Лондоне. И вскоре француз представляет Ивана Сергеевича своей жене. Знакомьтесь. Русский помещик, хороший охотник, приятный собеседник и дурной поэт. Подколка в конце тоже вполне дружеская и справедливая. С творчеством у Тургенева действительно пока не складывается. Семья Виардо снимает дом неподалеку от Александринки, на Невском. На время гастролей их апартаменты становятся салоном для высшего света. Развлекать Полину Виардо приходят все те самые уважаемые люди из вип-ложи, театра. К моменту приезда в Россию Полина, как мы помним, уже супер успешна. Но вся эта публика для нее чужая. Дружить с ними нужно. Но ведь эта дружба может открыть многие двери, что всегда выгодно. Российская империя на тот момент была для артистов настоящей золотой живой. Два сезона в Петербурге вполне могли обеспечить артиста на всю жизнь. Тургеневу снова нужно выделиться из толпы. И в какой-то момент он предлагает учить Полину русскому языку. И певица, и ее муж принимают его предложение. Уже скоро Полина начинает петь на русском, чем окончательно покоряет Петербург. Но дело пойдет дальше. И первая из иностранок, она начнет петь романсы на русском языке в Европе. Европейцы в восторге. Но до восторга Тургенева им далеко. Протолкнув свою идею с уроками русского языка, он получает возможность быть ближе к женщине, которую по-настоящему обожает. Сама Полина, ну, по крайней мере, пока держится прохладно. А почему же прохладно, спросите вы? Может, ей не нравится этот богатый, высокий, обходительный русский красавец? Можно предположить, что дело здесь в другом. Но для начала давайте немного погрузимся в контекст. Откуда эта девица вообще взялась? Откуда эти гонорары? Эта бешеная популярность? Полное имя нашей героини – Мишель Фердинанда Полина в девичестве Гарсье. Ее отец – всемирно известный тенор. Ее мать – талантливо-драматическая актриса. Ее сестра – легендарная оперная дива. Ее брат тоже оперный певец, преподаватель вокала и вдовесок доктор медицины. Словом, целая поющая династия. Как и Тургенев, Полина получает блестящее образование. Она знает на минуточку восемь языков. И на каждом может петь. Ребенка она планирует стать пианисткой. И родители нанимают ей учителя, одного из величайших пианистов 19 века – Ференци Листа. Играет она недурно, но в конце концов тоже выбирает себе более свое сильное место – пение. В 16 лет девушка уже дебютирует на большой сцене и срывает овации. К 18 годам гастролирует по всей Европе, выступает в Париже. И пару месяцев спустя директор итальянского театра Луи Виардо предлагает ей постоянную работу. А вскоре – свою руку и сердце. 18-летняя певица и 40-летний театральный директор благополучно женится. Иллюзии относительно этого брака, кажется, нет ни у жениха, ни у невесты. Полина напишет подруге писательницы – Жорс Санд. Напишет такое письмо. «Я нашла в Луи возвышенный ум, глубокую душу и благородный характер. Прекрасные качества для мужа. Но достаточно ли этого?» Санд ответила, что находит Виардо унылым, как ночной колпак. А заодно и сделала запись в своем дневнике. Полина любила мужа без гроз и без страсти. Современники потом напишут, что Виардо супругу боготворил. Но, во-первых, как мы с вами еще увидим, кто действительно ее боготворил, так это Тургенев. И на фоне безумных страстей великого русского писателя француз, очевидно, проигрывает. Он наверняка восхищается талантом своей жены и наверняка гордится ею, как успешный менеджер, гордится своим активом. Но на наш сегодняшний взгляд отношения между супругами выглядят достаточно странно. Ну, смотрите, в этом браке родилось четверо детей. И многие уверены, что не в каждом случае Луи Виардо был отцом. Что еще интереснее насчет того, кто все-таки был отцом, идут жаркие споры до сих пор. Претендентов было немало. Как говорила сама Полина, для того, чтобы женщина пользовалась успехом, она должна на всякий случай придерживать около себя совершенно ненужных поклонников. Должно быть стадо. Жаль, не было ДНК-теста. Многое бы встало у нас с вами на свои места. А теперь вернемся в петербургскую гостиную. Почему Полина холодна к Тургеневу, который глядел на нее телячьими глазами? Да просто все очень. Все эти мужики разной степени привлекательности и достатка пляшут вокруг нее с 16 лет. Одним больше, одним меньше, всем чего-то надо. Что называется, вас много, я одна. Так что же самое удивительное в отношениях Тургенева и Виардо? Да тот самый факт простой. Что Полина будет удерживать Ивана Сергеевича на крючке долгих 40 лет. Почти полвека будет поддерживать в нем огонь иступляющей страсти. 40 лет она будет оставаться для него настоящей богиней. Ей бы, может, и не нужно было петь. А стоило написать книгу «Десять советов, как поддержать страсть в отношениях», до сих пор был бы бестселлер. Как же ей это удавалось? В этом мы еще попробуем разобраться. Но сейчас важно другое. Чтобы подцепить человека на 40 лет, его, наверное, стоит основательно прогреть. И, возможно, именно этим Полиной занималась. Как бы то ни было, гастроли Виардо в Петербурге подходят к концу. И семейная пара возвращается в Париж. Тургенев поддерживает с ними активную переписку, пишет и своему другу Луи и нежно обожаемой Полине. Луи отвечает подробно, с радостью. Полина обходится тем, что передает привет. Но уже год спустя, в 1844 году, в Виардо снова едут в Петербург с гастролями. На вокзале их первым встречает Иван Сергеевич Тургенев. В этот раз Полина как будто держится теплее. Писатель даже уговаривает свою богиню поехать с ней в родовое имение, познакомиться с матерью. Но знакомство не складывается. Варвару Петровну увлечение сына откровенно бесит. Одно дело таскался по дворовым девкам, ну, кто их там упомнит. Другое дело боготворит какую-то иностранку. И кого? Мировую звезду. После очередного концерта ее выходил поздравить лично император Николая Первой. Можно предположить, что помещица, конечно, просто ревнует. Ее и так никогда никто не любил. А тут еще и сынок что-то себе напридумывал. А главное, гляньте на нее. Страшная же, как смерть. Околдовала тебя, проклятая цыганка, кричит Варвара Петровна. Мам, она не цыганка. Она испанка, бурчит Тургенев. Короче, без шансов. После гастролей семья Виардо возвращается в Париж. Полина снова пропадает. Как выяснится позже, в это самое время за ней активно ухаживает французский живописец Муриз Санд. Сын той самой подруги, писательницы Жоржа Санд, которую, честно говоря, этот роман бесил больше, чем женитьба Полины с Луи Виардо. Короче, Олине немного не до Тургенева. Иван Сергеевич, она как не отступает. И почти каждый день шлет своим французским друзьям новые письма. Про письма, кстати, есть отдельная деталь. Как выяснили биографы Тургенева, слать письма русский писатель вообще очень любил. И за свою жизнь отправил своим знакомым более шести тысяч сообщений. Судя по всему, он был неисправимым болтуном. Одно из писем Полине, он начинает так, что обещает вкратце рассказать о своих планах. И исписывает шесть листов мелким почерком. Слава богу, еще не было аудиосообщений. Но письмами дело не ограничивается. Богатый наследник Тургенев изо всех сил помогает семье Виардо деньгами. Не то, чтобы они нуждались, но он же из лучших побуждений. Шлет богатые подарки, финансирует личные проекты. Уже тогда современники замечают, что Иван Сергеевич отправляет своей богине больше денег, чем тратит на себя сам. То и дело норовит отпроситься со службы, чтобы съездить в Париж. Французские ювелиры между собой называют Тургенева большим русским простофилием. Он скупает для своей возлюбленной дорогущую ювелирку по любой цене. Никогда не торгуется, ничего не проверяет. Толкнуть щедрому поклоннику можно все, что угодно. Возьмет и еще попросит. Мать в бешенстве. Ну, кому это понравится? Сработать сбегает. Семейные деньги сливает, как в бездонную бочку. Варвара Петровна угрожает отлучить сына от фамильного состояния. Но Иван Сергеевич не преклонен. И помещица принимает решение сдержать свое слово. Вчера Тургенева был богатым наследником, а сегодня остается не при делах. Расстроенно он пишет об этих событиях Полине. А заодно вспоминает свою внебрачную дочь, Пелагею. Девушка, как мы помним, живет у родственника в Москве. Крестьяне ее недолюбливают, издеваются над ней, называют бароней. Иван Сергеевич собирался оплатить ей образование. Но теперь-то нечем. На это письмо Полина Биардо отвечает примерно следующее. Дорогой Иван Сергеевич, мы, чтобы не чужие друг другу люди, не грусти. Отправляй дочку к нам в Париж. Все организуем в лучшем виде. Можно, конечно, спорить о том, чем был вызван этот широкий жест. Может, это инвестиция в богатого поклонника? Деньгами и связями помогал? Помогал. Подарки дарил? Дарил. Мамка все-таки бессмертная. А значит, и состояние вернется. Мы ему поможем. А потом он нам поможет. Тем более у семьи Виардов Парижа несколько домов. А Луи недавно еще и замок в Парижской области купил. Можно эту девицу где-нибудь поселить и даже с ней никогда не увидеться. Конечно, вполне возможно, что мотивы были совсем другими. И напрасно мы плохо думаем о людях с широкой душой. Добрый друг семьи нуждается в помощи. Отчего же не помочь? Так или иначе, Пелагея действительно переезжает в Париж. Фамилии Тургенева у нее по-прежнему нет. Зато Иван Сергеевич сразу же находит ей подходящее для Франции имя. Полинет. Почти как у Виардо. Ну, красивое имя, не поспоришь. Виардо нанимают для девушки учителей. Еще вчера она не умела читать, писать. И сегодня получает прекрасное образование. И в совершенстве осваивает французский язык. Забегая чуть вперед, жизнь внебрачной дочери Тургенева сейчас, может, и похожа на сказку. Но хэппи-энда не будет. И не последнюю роль сыграет в этом Полина Виардо. Но об этом позже. А сейчас снова в Петербург. Без Полины Тургенев страшно тоскует. В 1846-м Петербург снова приезжает европейская опера. Но на этот раз без Полины Виардо. Она просто не может вырваться в Россию. Ее наглухо забукировали европейские театры. Однако Иван Сергеевич исправно посещает каждый концерт и пишет подробные рапорты своей возлюбленной. Посвящает которые главным образом другим певицам. Что же он пишет? Ну, давайте посмотрим. Госпоже Мольтини, что приезжала в прошлый раз, время от времени преподали хоть какие-нибудь аплодисменты. Этой же, новой, ничего, ну буквально ничего, следует признать таким образом, что более выдающаяся дура, извините за выражение, никогда не выходила на сцену театра. Или вот еще несколько отрывков. Госпожа Джули недостает вкуса и благородства, а поет она так мелодраматично, будто влюблена в луну. А мадемуазель Масон негодный большой плод, серый и кислый. А госпожа Альбин всего лишь школьница. Драматизм в ее пении не больше, чем в моем сапоге. Она вас рабски копирует, одета, как вы. Только на нее вдобавок накинули большой плащ, чтобы скрыть ее толщину. А мадемуазель Шредер, ее игра никудышна, движение неуклюже, однообразное, физиономия ничего не выражает, произношение неверное, голос кажется слабеньким, ну и так далее, и так далее. В 47-м Иван Сергеевич снова выезжает в Париж. Денег у него, как мы помним, нет. Но друзья снова идут навстречу и селят русского в одном из своих домов. Он регулярно ездит к своим благодетелям в гости. Дома у Виардо лучшие тусовки. Собирается вся богема. Джордж Зант до Шопена. Полина вроде и рада видеть, но других дел полно. Встречи, концерты, гастроли. Возвращаться в Россию Тургенев не хочет. Перспектива с мамиными деньгами очень туманна. Варваря Петровна жива и здорова. А пригласит ли Виардо еще раз так любезно пожить у них или нет? Большой вопрос. Из-за неимением других карьерных перспектив Иван Сергеевич Тургенев обращается к литературе. Он живет и работает в замке. Том самом, который недавно купил Луи Виардо. Возможно, даже не без участия тургеневских финансов. Этот самый замок Иван Сергеевич потом назовет колыбелью своего таланта. Здесь он пишет первые главы записок охотника. Поговаривают, что русский писатель вдохновился охотничьими рассказами, которые годом раньше опубликовал сам Луи Виардо. Ну, так или иначе, Тургенев шлет главы Николаю Алексеевичу Некрасову. Тот издает литературный журнал «Современник». О том, что такое литературные журналы в Петербурге в 19 веке, мы говорили в прошлом выпуске. Посмотрите, если бы вдруг пропустили. Некрасов охотно публикует тургеневский дебют. И записки охотника производят невероятный фурор. Они страшно популярны у читателя. Некрасов умоляет Тургенева продолжать, а тот и рад стараться. Записки охотника, как мы с вами помним по школьной программе, это, конечно, не только прекрасное описание русской природы и быта. Для самого Тургенева этот цикл рассказов служит выполнению, как он сам выражался, ганнибаловой клятвы. То есть записки служили его твердой решимости бороться с тем, что он искренне ненавидел с самого детства. А именно с крепостным правом, то есть, на минуточку, с основами богатства его собственной семьи. Записки Тургенева приносят писателю первую популярность в России. Но не сказать, что приносит какое-то состояние. Живет он по-прежнему достаточно бедно и часто вынужден занимать деньги. Однажды занимает 30 франков, 26 из которых тратит на то, чтобы добраться из своего замка в Париж и купить несколько газет. Почитать, что пресса пишет о гастролях Полины. А еще купить конверт и отправить богине очередное письмо. Я представляю, что нахожусь рядом с вами, аплодируя, что есть силы и бросая букет цветов. Да благословит вас Бог. Здесь, в конце 40-х годов 19 века, в нашей истории, происходят два значительных события. Давайте в них разберемся. Во-первых, Полина, очевидно, снова теплеет к Тургеневу. Может, находится свободное окно в расписании поклонников. Может, что-то трогает ее сердце. В последние три года все свои письма к Ивану Сергеевичу певица передавала через мужа. И вот в начале 48-го года она внезапно начинает передавать их втайне от него через собственную мать. Что это были за письма? Мы не узнаем никогда. Все они были или уничтожены, или изъяты из публичного доступа наследниками певицы Виардо. Известно только, что на одно из них сообщение ответил сам Иван Сергеевич. Да будете вы благословенны вовеки, благородное, дорогое и чарующее создание. Когда Полина Виардо будет издавать свои сочинения и переписку отдельной книгой в начале 20 века, эту фразу из публикации она, кстати, уберет. Но чудом сохранилось одно очень важное письмо от Тургенева, которое до сих пор вызывает у биографов вопросы. Великий русский писатель пишет следующее. Тысяча, тысяча, тысяча благодарностей за многоточие. Вы знаете за что. Вы лучшая, дорожайшая женщина. Какое это было для меня счастье. А вскоре еще делает загадочную пометку в своей записной книжке. Первый раз с П. А затем отправит Виардо еще одно сообщение, которое она тоже потом подвергнет цензуре. Тургенев пишет. Сегодня я был весь день словно в каком-то волшебном сне. Все прошлое, все, что случилось, представляется в моей душе так неодолимо, так непосредственно. Я принадлежу телом и душой моей дорогой повелительницы. В ответ он просит прислать в конверте обрезки ногтей или засушенный цветок, который Полина носила в туфельке. То ли романтик, то ли фетишист. Пойди, разберись. А во-вторых, к тайной передаче писем через маму, все то время, что Тургенев сидит в Париже, стараясь быть поближе к своей богине, он не тратит время просто так. Как мы помним, развивает литературный талант. А кроме того, наблюдая за историческими событиями, ведь во Франции гремит очередная революция, на улицах баррикады, армия, полиция, жестокие столкновения и бунты, борьба за нашу и вашу свободу Ивану Сергеевичу, кровавая революция не по душе. И вместе с этим к этой борьбе он проникает с определенной симпатией. В Российской империи ведь по-прежнему действует крепостное право. А тут вот они, просвещенные европейцы, борются за права. Что вообще такое Франция для Ивана Сергеевича Тургенева? В детстве его обучали иностранные гувернеры. И с малых лет он представлял себе Францию как такой идеал страны. Место, где просвещенные люди, свободные люди ведут диалоги о культуре. Пока за пределами своего имения Тургенев видел только необразованных крестьян. И события конца 40-х годов 19 века в этой вере его только укрепят. И немалую роль, конечно, сыграла Полина Виардо. В глазах писателя Полина воплощала саму Францию. Он любил Виардо без памяти. И, конечно, переносил эту любовь на все, что ее окружало. И это еще скажется на его отношениях с Россией. А пока, тоскуя по Полине, Тургенев начинает осваивать социальную жизнь в Париже. Здесь, например, живет Александр Иванович Герцен, автор романа «Кто виноват?». Писатель, публицист и революционер. Тот самый Герцен, которого, как известно, разбудили декабристы. Известно, кстати, что впервые, увидев Тургенева, Герцен дал ему прозвище Христаков по фамилии одного из героев Гоголя. Тургеневу досталось за яркий и, можно сказать, такой фронтоватый стиль. Писатель мог, например, надеть клетчатые штаны или синий фраг с пуговицами в виде львинах голов. И он вообще был ужасный модник. Так или иначе, Тургенев заглядывает к Герцену, чтобы обсудить революционные события во Франции. Дальше следите за руками. Жена Герцена влюблена в их с Герценом общего друга. Тоже женатого человека. Что не мешает в какой-то момент начать жить им втроем. Сам Герцен, в свою очередь, влюбляется в другую девушку и закручивает роман с ней. И все эти любовники время от времени пересекаются, как бы сейчас сказали, на одной жилплощади. Обедают, ужинают, обсуждают революцию, друг с другом спят и закатывают друг другу сцены ревности. Тургенев тихонько сидит в углу и за всем этим наблюдает. Время от времени у него спрашивают, как там у тебя дела с Виордота? Тургенев моментально краснеет и переводит разговор на другую тему. Пишут, что произносить ее имя в суе было для него чем-то вроде святотатства. И вот все эти любовные, даже не треугольники, а многоугольники в конце 19 века опишет французский писатель Эмиль Золя. В обиход войдет фраза «Менажа троа» — буквально «любовь на троих». Золя сообщает, что подобные союзы на самом деле не были редкостью во Франции той эпохи. По крайней мере, в кругу богемы. Люди искали свободу и находили ее в том числе и вот в таких романтических отношениях. Почему нам это важно? Давайте передадим слово Алене Станиславовне. А здесь все очень просто. Это поможет ответить на вопрос, который, возможно, уже давно жужжит у вас в голове. А как там муж Луи Виардо? Все вообще нормально у него? У жены лонг-лист поклонников. Какие-то тайные встречи, бесконечные переписки. Неужели он не знал? Да в том-то и дело, что, скорее всего, знал. Но относился ко всему этому спокойно. Почему? Ну, как мы уже выяснили, среди богемы это было обычным делом. Жена молодая, да к тому же популярная певица. Что я буду ее ограничивать? Я же не изверг какой-то. А еще мы, конечно, можем вообразить себе черту Виардо, как мошенническую ОПГ. Муж-менеджер, жена-суперзвезда. Выбираешь, что называется, самых ресурсных поклонников. Позволяешь им погулять или даже оставляешь их вдвоем в соседней комнате. То потом подарки, приглашения, возможности. Все в дом. Разве плохо? Ну и как мы помним, за каждыми большими деньгами своя история. В 1850 году умирает Варвара Петровна, мать Ивана Тургенева. На похороны он не приезжает. Одни пишут из мести, другие говорят, не успел. Третьи вспоминают, что на похороны Тургенев не ходил в принципе. Боялся заразиться холерой. Но в конце концов он все-таки едет в Россию. Надо же делить с родственниками наследство. И эта самая поездка станет одной из самых сложных в его жизни. Давайте по порядку. Вернувшись в семейное поместье, Тургенев находит дневник матери. Он читает его с содроганием. Там все, о чем он никогда не знал. Сложное детство, пьяный отчим, множество ужасающих деталей. Он пишет Полине, какая была женщина, да простит ей все Бог. Полина напоминает ему про сумасшедшую бабку, которая обзывала ее цыганкой. И чувств Тургенева в этот момент она, скорее всего, не разделяет. А еще в России Иван Сергеевича ждут вещи непривычные. В первую очередь слава. Записки Охотника сделали его настоящей знаменитостью. Он встречается с другими литераторами, с поклонниками. Он пишет хвалебный некролог на смерть Гоголя, которого власти, кстати, недолюбливали. В столице ему припоминают протесты против крепостного права и вообще антигосударственные мотивы в записках Охотника. И сажают под домашний арест. За границу его теперь, если и выпустят, то непонятно когда. Да, Тургенев в ужасе. Но тут, кажется, и счастье само падает в руки. Полина Виордос снова едет в Россию на гастроли. На этот раз в Москву. Тургенев умоляет певицу заехать к нему в имение, где он сидит один, под замком. Она отказывается. Тяжелый график, ничего не успеваю. Тогда писатель делает поддельные документы и тайно выезжает к ней на концерт под чужим именем. Удалось ли им встретиться? Разные источники считают по-разному. Одни пишут, встречи тут не произошло. Но зато Тургеневу передали письмо от Полины со следующими строчками. Жаль, конечно, что вы уехали. Во Франции вас очень не хватает. Другие источники сообщают, что возможность короткого свидания все-таки нашлась. Впрочем, без подробностей. Так или иначе, домашний арест проходит для писателя в каком-то смысле с пользой. Сидя под замком, он пишет свой знаменитый и, несомненно, блестящий рассказ «Муму». Ну, вы помните, бессердечная барыня заставляет глухонемого дворника утопить собаку. Много позже исследователи сойдутся во мнении, что рассказ написан по реальным событиям. Некрасов с удовольствием публикует у себя в «Современнике» нового Тургенева. «Муму» быстро получает первый отзыв. От кого? От чиновника главного управления цензуры. Он заявляет, что печатать такое недопустимо, а тема вообще-то щекотливая. Поднялся страшный скандал, посыпались предупреждения. И только четыре года спустя рассказ все-таки разрешили к публикации в России. Впрочем, скандал только сыграл на руку известности Тургенева в литературных кругах. К этому моменту странные отношения Ивана Сергеевича и Полины Виарду длятся уже, внимание, 10 лет. Несколько раз проходят самые разные виражи. От полного безразличия до, ну, естественно, со стороны Полины, до странных писем и «пришлите ваши ноготки». 10 лет спустя Тургенев по-прежнему одержим. Внимательный зритель скажет, мы так сегодня много говорим про Тургенева, а где же слова самой Полины? Где тот, как теперь выражается молодежь, секстинг, который она утаивает от мужа? А тут все очень просто. Полина Виарду, как мы помним, вышла из настоящей династии. Она суперзвезда. Во Франции 19 века, может, никто и не посмотрит на Менаша Труа. В то же время еще не существует никакой новой искренности. Зато есть институт репутации. И репутацию эту хранят не хуже государственных секретов. Уже позже, в начале 20 века, когда не будет живых ни Тургенев, ни Луи Виардо, Полина будет тщательнейшим образом цензурировать все, что оставит после себя. Уничтожит переписки. Узнаем знакомый почерк? Займать из печати то, что посчитает слишком откровенным. Когда не станет и ее, этим также тщательно будут заниматься ее наследники. Торговать наследием удобно, когда твоя мать или бабушка известны как великая певица. А если вдруг выяснится, что она была роковой женщиной, могут возникнуть ненужные вопросы. Кому это нужно? Но о том, что останется после этого романа, мы еще поговорим. И там будут свои интересные истории. А пока вернемся в середину 19 века. Самый пик этого странного романа у нас еще впереди. Итак, Полина Виардова, Франция. Тургенев заперт в России. От тоски снова заводит роман с крепостной девицей. А потом еще несколько интрижек. Самую серьезную, впрочем, с сестрой Льва Николаевича Толстого, Марии Николаевны. Тут складывается по-крупному. Мария Толстая влюбляется в Тургенева всерьез. Настолько, что разводится с мужем. Но едва разводится, Иван Сергеевич дает заднюю. Не могу, мол, у меня ж Полина. Мария Толстая в ужасе. Свою жизнь она закончит в женском монастыре. А Лев Николаевич Толстой в гневе напишет. Тургенев дрянь. Трудно встретить более безобразное существо. Завяжется ссора. В какой-то момент он даже вызывает Тургенева на дуэль. Но дуэли не случается. Писатели просто не разговаривают друг с другом. Следующие 17 лет. Спустя лет шесть, в 1856 году, Тургеневу снова разрешают выехать за рубеж. И он мчится куда? Правильно, во Францию. Его встречает Полина. И следующие три недели они проводят вдвоем. Тургенев пишет всем знакомым, как он счастлив. Девять месяцев спустя, после этих трех счастливых недель, у Полины родится сын. Его назовут Полем. Поль, Полина, Полинет собрал Иван Сергеевич трилогию. Впрочем, биографы до сих пор не могут на 100% подтвердить, что Поль был сыном Ивана Сергеевича. Потому что кроме Ивана Сергеевича, кандидатов еще двое. Французский художник Аре Шефер и принц Баденский. Луи Виардо в список потенциальных отцов никто не включает, что знаменательно. Правду мы с вами не узнаем никогда. Зато знаем другое. Когда Поль вырастет и станет скрипачом, Иван Сергеевич Тургенев лично подарит ему скрипку Страдивари. Где ты, долгожданный ДНК-тест? После этой недолгой отипели Тургенев, кажется, навсегда попадает, что называется, во френд-зону. Он всегда будет рядом с Полиной. Как друг, как наблюдатель, как любовник. Полина Виардо сохраняет над ним полный контроль. Она уже владеет и Тургеневым, как писателем. И будет говорить сама, ни одна его работа не попадает в печать без моего одобрения. Ну и, конечно, Тургеневым, как человеком. Иван Сергеевич пишет поэту, своему другу Афанасию Фету. Я подчинен воле этой женщины. Она заслонила от меня все остальное. Так мне и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мне лицо носом в грязь. Мы не будем сейчас разбирать философский вопрос, что такое любовь. Помните, была такая жвачка «Love is» с вкладышами, каждый из которых был зарисовкой на тему «любовь эта». В случае с Тургеневым и Виардо, какие вкладыши мы можем представить? Любовь – это когда она каблуком наступает тебе на шею. Любовь – это когда ты один и три президента на отцовство. Да, это похоже на зависимость. Вроде алкогольный. Без дозы Полины Виардо Иван Сергеевич ощущает себя больным и разбитым. «Я не могу жить вдали от вас. Я должен чувствовать вашу близость, наслаждаться ею. День, когда мне не светили ваши глаза – день потерянный». Это еще одно его письмо. Но есть и другой вариант. Строить отношения с замужней певицей и уютно, и удобно. Вроде и семья есть. Вроде в любой момент можно уехать, заняться своими делами, поставить отношения на паузу, и никто не будет возражать. Наконец, читай Виардо французы и европейцы. А среди европейцев ему вполне привычно. Французская идея не пустая. Для него звук. И та самая Ганнибалова клятва бороться с крепостным правом. Клятва, которой он искренне предан. Один из французских знакомых написал, «Если бы Тургеневу предложили выбор быть первым в мире писателем, но никогда больше не увидеть семью Виардо, или служить в их доме сторожем или дворником, он без колебаний выбрал бы второе». И даже когда в Российской империи сменяется правитель, и Александр II готовит отмену крепостного права, Тургенев остается жить во Франции. И отношения с новой российской властью у писателей складываются не сразу. Поначалу его обвиняют в связях с лондонскими пропагандистами. В ответ Тургенев пишет императору письмо, где называет свои взгляды вполне независимыми, но добросовестными. Обвинения, в конце концов, снимают. Иван Сергеевич приедет в Россию, но только через 15 лет. А до того останется при семье Виардо. Тем временем, в 1859 году литературный журнал «Современник» по главам печатает новый роман Тургенева «Дворянское гнездо». К нему приходит новая волна литературного признания, где главный герой растет под гнетом жестокой тети. Идет на концерт в оперу, влюбляется в прекрасную певицу, женится на ней, и вместе они уезжают в Париж, где певица заводит любовника среди многочисленных поклонников. Ничего не напоминает? Роман невероятно успешен. Современники аплодируют Тургеневу за то, как тонко ему удалось показать любовные переживания. В восторге Федор Михайлович Достоевский. Он сравнивает Тургенева с самим Александром Сергеевичем Пушкиным. И пишет, может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина. Можно сказать, что такой красоты положительной типы русской женщины уже не повторялся в нашей художественной литературе, кроме разве что образа Лизы в дворянском гнезде Тургенева. А между тем, к началу 60-х отношения между Иваном Сергеевичем и Полиной Виардо снова остывают. Виардо опять занята. Правда, уже не ухажерами, а проблемами. Ее голос начинает терять силу. Ей отказывают театры. И чтобы не позориться дальше, она решает оставить карьеру. И сосредоточиться, например, на преподавании. Семья Виардо переезжает в немецкий Баден-Баден. А что ж Тургенев? Он едет вместе с ними. В Баден-Бадене комфортно всем троим. Здесь говорят по-французски. Город – одно из главных туристических направлений для русской аристократии. В это же самое время, кстати, в одном из местных казино просаживает все свои деньги другой великий русский писатель. Да-да, Федор Михайлович Достоевский. В какой-то момент Тургенев с ним даже встречается. Помните, Федор Михайлович бледный и нервничает. Как выяснится позже, он прячет от Ивана Сергеевича свою любовницу. И переживает, что Тургенев уведет девицу. Конечно, уводить бы Иван Сергеевич никого не стал. У него свои любовные заботы. Но опасения Достоевского представить себе можно. К этому моменту Тургенев только что закончил роман «Отцы и дети». В России книга стала настоящей сенсацией. Иван Сергеевич показывает борьбу нового и старого, что в момент смены императора актуально как никогда. «Отцы и дети» становятся настольной книгой молодежи 60-х годов. Более того, к этому моменту Иван Сергеевич активно редактирует переводы русских писателей на европейские языки. Пишет к ним предисловия, примечания, переводит и сам на французские, на немецкие языки. Именно в его переводе, например, французы читают впервые Александра Сергеевича Пушкина. Но какое-то время все это делает Тургенева самым известным и самым читаемым русским автором в Европе. Очень почетный титул, который позднее перехватит только Федор Михайлович Достоевский. В Баден-Баден к Ивану Сергеевичу приезжает погостить брат и пишет письмо своей жене. Дети Виардо относятся к нему как к своему отцу. Я не желаю разносить сплетни. Думаю, когда-то в прошлом между ним и Полиной существовала тесная связь. Но, по-моему, сейчас он просто живет с ними вместе как друг семьи. Ну и как выглядит эта дружба? Ну, 20 лет назад Тургенев жил в Париже за счет Виардо. Сейчас ситуация меняется кардинально. Он владеет маминым наследством. Он состоявшийся и знаменитый писатель. И получает приличные гонорары. С удовольствием содержит своих французских друзей. Тем более, когда Полина уже не зарабатывает на сцене. И известно, что в какой-то момент Полина решает стать композитором. Что для женщины той эпохи огромная редкость. Неизвестно, пришла ли эта мысль ей самой или подсказал Тургенев, чтобы скрасить жизнь своей богини. Так или иначе, позади старого дома своего Виардо строят небольшой театр. Здесь Полина и Иван Сергеевич сочиняют и ставят собственные оперетты. В начале 70-х семья Виардо, их друг Тургенев и дети, возможно, общие, снова возвращаются в Париж. Покупают особняк, который в свое время принадлежал не кому-нибудь, а Жозефине Богарне, первой жене Наполеона Бонапарта. Тут селится Виардо. Но по соседству с белоснежным каменным особняком Тургенев строит себе двухэтажную дачу. Дом напоминает ему родное имение в России. Резиденцию он назовет «Ясени». С этих пор Полина Виардо – хозяйка еженедельных салонов. То в их особняке, то в ясенях собирается весь цвет европейской интеллигенции. В гости заглядывают Рубинштейн, Репин, Поленов и многие другие. В гостиной звучит музыка Глинки Чайковского. Полина исполняет русские романсы. Но Иван Сергеевич еще и поддерживает русских эмигрантов. В Париже его теперь знают как первого русского европейца. В 1878 году Ивана Сергеевича выбирают вице-президентом первого международного литературного конгресса в Париже. Председательствует он по очереди с Виктором Гюго. А еще год спустя он становится первым в мире писателем, которого награждают званием почетного доктора права в Оксфордском университете. Интересна такая деталь. Одна из главных светских тем Парижа 70-х годов XIX века – так называемые «обеды пяти». Их полное название – «обеды пяти великих холостяков». Это Флабер, Гонкур, Доде, Золя и Иван Сергеевич Тургенев. Обеды проходят в лучших ресторанах французской столицы, и главная тема застолья – обсуждение женщин. Французы хвастаются своими похождениями и без конца поддевают старомодного русского друга, который говорит о женщине с трепетом. Впрочем, Тургеневу было что вспомнить. И вот на одном из таких обедов Тургенев вспоминает любовницу из крестьянок, как она отказывалась принимать от него подарки. И только однажды попросила его принести кусок мыла. Затем вымыла мылом эти руки и сказала ему «Поцелуйте мои руки так, как и вы целуете их дамам в петербургских гостиных». Такая русская версия знаменитой фразы «Нарисуй меня, как одну из своих французских девушек». Тургенев тогда сказал, что не было в его жизни момента, способного сравниться с этим. Невероятно романтичный, конечно, был человек. А вот в 1874 году Луи Виардо разбивает тяжелая болезнь. С этого момента он прикован к инвалидному креслу. Он проживет еще 9 лет. Казалось бы, вот момент для Тургенева. Муж Виардо перестает быть преградой, но получается иначе. Когда пропадает соперник, интерес пропадает. Иван Сергеевич пишет письмо одному из своих друзей и советует скорее жениться, чтобы не оказаться, как он, на краешке чужого гнезда, в положении старого пса, которого не прогоняют, только из жалости. А вскоре тяжело заболевает и сам Иван Сергеевич. Его лечат французские врачи, но, как позже выяснится, ему поставили неправильный диагноз. В 1881 году он в последний раз приезжает в Россию, а потом возвращается во Францию, которую уже не покинет никогда. К январю 1983 года болезнь Тургенева развивается настолько, что великий русский писатель уже не может спать без морфия. Начинается помутнение рассудка, он замечает их и сам, но до последнего продолжает писать. В июне того же года, буквально за несколько недель до смерти, Тургенев диктует свой последний рассказ по-французски. Записывает его Полина Виардо. С этим рассказом тоже связана пара интересных деталей. Во-первых, почему по-французски? Да, Тургенев прекрасно знал французский язык, но писал все-таки на русском. Есть версия, что Ивану Сергеевичу просто не оставалось ни сил, ни времени работать над литературной формой, отчего писатель не удержался бы, будь рассказ написан по-русски. А во-вторых, эта работа была впервые опубликована именно во французском литературном журнале. Хотя в том же году, ну, чуть позднее, появилась и в российском еженедельнике Нива. То есть Владимир Набоков был, конечно, не первым нашим писателем, которого впервые публиковали за границей. И, наконец, несколько слов о самом рассказе. Его название переводится с французского как «Конец» или «Финал». Главный персонаж рассказа – разорившийся помещик, человек, который живет в упустевшей и покосившейся усадьбе. Человек – это неприятный, обманщик, мошенник, который дурит деревенских мужиков. В конце концов, рассказчик находит помещика на дороге, зарубленного топором. Такой вот получается финал. Ближе к концу жизни Тургенев все больше размышлял о судьбах помещиков, оставшихся без крепостных крестьян, помещиков, к числу которых принадлежал и он сам. Под конец сегодняшнего выпуска нас ждет почти мистическое совпадение. В 1883 году с разницей в полгода умирают Луи Виардо и Иван Сергеевич Тургенев. Первому – 82 года, второму – 64. Совпадение? Возможно. После кончины своего мужа Полина уже на второй день ведет занятия по пению с ученицами. После смерти Тургенева она три дня не выходит из комнаты. Почтить память писателя в Париже пришли больше 400 человек. Согласно его завещанию, тело вывезли в Петербург и похоронили на Волковом кладбище. Незадолго до смерти Иван Сергеевич начал писать стихи в прозе. На этот раз очень удачные. В одном из них он оставил сообщение Полине. «Когда меня не будет, когда все, что было мною, рассыплется прахом, вот ты, мой единственный друг, вот ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая, наверное, переживешь меня, не ходи на мою могилу, тебе там делать нечего». Полина послушалась. Ее не было на похоронах и могилу писателя в России она не посетила ни разу. Всю свою недвижимость, все права на изданные будущие произведения Иван Сергеевич Тургенев завещал Полине Виардо. Его дочь Полинет и ее дети проведут жизнь в беспросветной бедности. Великий писатель не оставил им ни гроша. Полина Виардо пережила своего мужа и любовника на 27 лет. Преподавала музыку, жила, в общем, безбедно. Публиковала письма, из которых, как мы помним, удаляла все компрометирующие строки. Умерла она в 1910 году в возрасте 88 лет. В ее архивах исследователи нашли рукопись Ивана Сергеевича под названием «Тургенев. Жизнь для искусства». Говорят, из этих строк можно было узнать многое об этом странном романе. Но потом рукопись бесследно пропала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова